В этом сезоне особенно моден макияж с макияйс. Еще его называют голливудским макияжем. Он очень популярен, но многие не умеют его делать. Наносит огромное количество теней, и это выглядит очень вызывающе. Если сделать все правильно, то такой макияж подчеркнет ваши глаза и сделает вид более вечерним. Для начала мы будем использовать консилер. Основа под тени, чтобы наши тени не скатывались. Тонким слоем наносим на подвижное веко. То же самое делаем со вторым глазом. Консилер удобнее наносить пальцем. Консилер можно приобрести в любом магазине косметики, либо заказать по каталогу персональной косметики. Мы будем использовать все оттенки коричневого цвета. С макияж чаще всего используются серые, коричневые, темно-коричневые, черные тона. Теперь темным карандашом мы вводим нижнее веко под ресничным краем, тоненьким слоем. Теперь мы будем использовать темно-коричневые тени для того, чтобы растушевать черный карандаш. Тени растушевываются с карандашом. Получается не черный цвет, а темно-коричневый. То, что нам и нужно. Таким же темно-коричневым цветом мы растушевываем и верхний век. То же самое мы делаем со вторым глазом. Сейчас здесь добавим. Таким же темно-коричневый. Таким же темно-коричневый. Наступ coaches. Открыד частые материалы. Таким же дастесь медленде. Вторым найдемся рограмма. Особ vuelven крузии. Требед competence. Und Haements. Триного питания. Кухняne Clean. Поздравляем этом. Здесь мы within РН-1. Апко São Афута. Сейчас мы будем подводить внутреннее веко, так наш вид будет более ярким, но можно и не подводить в макео из внутреннего века, на усмотрение. Сейчас мы подвернем наши реснички. Ни в коем случае нельзя подворачивать ресницы в накрашенном виде, они могут осыпаться и сделаться комочками. С макияжа лучше красть ресницы толстым слоем. Заканчиваем наш макияж румяном, шариковым в данном случае. Для того, чтобы шариковые румяна были более яркими, необходимо раздавить один шарик. Румяна наносим более ярче, чем обычно, потому что это вечерний вид. Можно опустить спонжик в пудру и промокнуть губы, чтобы они стали сухими. В макияже с макияжем губы обязательно должны быть более естественными. В данном случае мы использовали карандаш телесного цвета, обвели контур и поверх него прошлись спонжем. Но еще можно использовать помаду телесного цвета, матовую. Наш макияж готов. Продолжение следует. Как-то наносим. Продолжение следует. Продолжение следует...